Прямо похоже, как Башкирия. Красиво всё, горы, озеро. Филюзу Адельбаеву алтайские пейзажи напомнили его малую родину. На самом деле, запечатлёнными в моменте горами, долинами, дорогами и небом можно любоваться, не привязываясь к конкретной точке на карте. Главное то, что все эти места не придуманы и реально существуют, и не где-то в зарубежных далях, а здесь, в России. Художник в душе и фотограф по жизни, корреспондент нашего канала Анна Воронова давно хотела поделиться тем, что увидела сама за последние пару лет. В свободное время она выезжает в другие города и находит там удивительные картины. Пейзажи, потому что они производят больше впечатлений, чем что-либо, в принципе. Когда ты видишь огромные горы, когда ты видишь какой-то масштаб, и его хочется передать, вот да, такие фотографии меня привлекают, наверное, в большей степени именно во время путешествий, я их чаще всего делаю. Это уже вторая выставка Анны в зале ожидания железнодорожного вокзала. Первая была посвящена Дню Матери, главная тема этой – родные российские просторы. Стенд для фотографий решили использовать по максимуму. Из 40 предложенных автором работ организаторы выбрали 33. Всех их объединило одно мотивирующее слово в названии – путешествуй. Весь Анин образ жизни, все ее действия – это сплошное путешествие. Яркое, красивое. Она всегда в поиске новых моментов, новых интересных эмоций у людей, новых интересных локаций по России. Что восхищает Ваню, ее не пугает климат, ее не пугает расстояние, ее не пугает то, что можно опоздать на поезд или самолет. Она всегда в движении и никогда не останавливается на том, что есть. И советует делать так же. Наша коллега убеждена, какое не выберешь направление, в любом случае везде будут ждать удивительные красоты, неповторимые моменты заката и уникальные достопримечательности.